Всем привет! С вами снова Сергей Романов. Ровно 4 недели назад, сидя на этом же самом диване, я сделал анонс того, что я буду участвовать в программе. Его вы можете посмотреть вот тут или по ссылке в комментарии. И вот прошло 4 недели. Я думаю, что пришло время подвести итоги. Итак, что же я делаю, какие я делаю упражнения и какой у меня есть прогресс. Все-таки 2 тренировки в день – это немало. И прогресс через 4 недели уже, в принципе, должен быть. Прежде чем я поговорю о том, что я делаю и как я занимаюсь, я хочу особое внимание уделить на то, где я занимаюсь. Я, к счастью, смог позволить себе и хожу в зал «Стронг». Я хожу туда 2 раза в день. Это прекрасный зал, но это даже, как бы скажем, не зал. Это спортивный комплекс, а в нем уже есть зал. Там есть не только зал тренажерный. Там есть секции по карате, там есть секции по кингбоксингу, просто по боксу, по каким-то другим видам спорта. Наверху есть зал для девушек, где они кардиом могут заниматься, какой-то там шейпинг. И очень много разных других возможностей. Большие раздевалки, как бы чистые туалеты, души. Но это, так скажем, очень приятное место, где можно заниматься. Так что все бешкекчане, кто знает «Стронг», кто в нем занимается, ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, чтобы другие тоже узнали о таком классном зале. Итак, теперь моя программа. Моя программа первую неделю была очень простая. Так как я с Нового года, с 1 по 11 января, по началу программы, просто отдыхал, ничего не делал. Первую неделю я делал каждый день одни и те же общие упражнения. Подтягивания, отжимания на брусьях, отжимания от пола. То есть старался как бы функционально задействовать все мышцы своего тела. И так я провел первую неделю. Думаю, она особого внимания к себе не представляет. А теперь уже программа. Следующие три недели я решил делать упражнения, разбив их на две группы. То есть не как классический бодибилдинг, когда разделяется на три группы и качается, как бы, понедельник, церковь, пятница, да, как бы, одна группа, вторая, третья группа. А разбить на две и чередовать их. То есть первая группа, вторая группа. На следующий день первая, вторая. Первая, вторая и так далее. То есть две группы я разбил по принципу больше даже, не то чтобы самих упражнений, а больше даже функциональности тела. Ну, это, по крайней мере, как я на это смотрю. То есть наше тело может скатить и делать движения. Мы можем что-то толкать от себя и мы можем что-то тянуть к себе. Вот эти две основы я как бы взял за основу. То есть один день я толкаю, один день я тяну. То есть первый день, например, толчковый. Что я делаю? Я делаю толчок на низ груди. Это отжимания на брусьях. Потом я делаю толчок на среднюю часть груди. И потом я делаю толчок на уже переднюю дельту. Таким образом я делаю три толчка. И так как во всех толчках задействован трицепс, в этот же самый день я еще делаю и трицепс. Плюс я делаю пресс. Пресс я делаю каждую тренировку. И в первый день, и во второй день я всегда делаю пресс. Просто хочу его немножко особенно подкачать. Теперь второй день у меня тяги. Значит, я подтягиваюсь в турнике. Это значит, я нижнюю широкую мышцу задействую. Потом я делаю тягу в наклоне, в штанге. Это все-таки больше, наверное, какие-то мышцы верхней и задней спины. Я не знаю, как они называются. Потом я еще одну тягу делаю. Это получается на среднюю дельту. Получается, это как бы дельта, но тут тоже задействована тяга. И так как во всех тягах участвует бицепс, в этот же день я качаю и бицепс, и пресс. Теперь вы скажете, а где же ноги? Да, как бы опять пропустил ноги. Ну не опять, а просто большинство людей не любит качать ноги. А ноги я развил на две части. Это значит, верхняя часть, бедро, и нижняя часть, голень. И по одному упражнению я вставил. То есть вместе с толчками я делаю бедро, а вместе с тягами я делаю голень. Получается у меня 6 упражнений за тренировку. С учетом того, что я делаю все по секундомеру и меряю ровно 40 секунд между занятиями и делаю 4 подхода, один разогревочный и 4 уже рабочих, то у меня получается где-то примерно 5 минут на упражнение. Плюс я отдыхаю 2-3 минуты между упражнениями. И в итоге получается у меня где-то 40-35-40, иногда чуть больше минут тренировка. Если между упражнением с кем-то зацепишься языком, то возможно еще побольше. Ну а так вот в среднем от 35 до 45 минут за тренировку. И что же я делаю? Это я делаю утром. Значит, утром у меня силовое. А что я делаю вечером? Вечером я делаю то же самое, что и утром. Но с меньшими весами. То есть, если утром я делаю все тяги и толчки на 8-12 повторений, то вечером я стараюсь делать на 20-25 повторений. То есть, больше такой как бы выносливости, или как это называется, кардио, да, как бы упражнения. Фактически у меня три тренировки в день. То есть, утренний – это первый блок, примерно 45 минут. Вечером второй блок, примерно 45 минут. И потом я отдыхаю минут 10. И у меня еще один 30-40 минут блок. Это кардио на элептике, или на велотренажере, или на беговой дорожке. Беговой дорожки пока что нет, но если будет, я на ней тоже попробую. Но в любом случае ходьба, не бег. Потому что бег вреден для коленных суставов. Тем более в моем возрасте. Ну вот, в принципе, и все. Вся моя программа. А какой у меня результат сегодня? У меня выросли, конечно же, веса. Я стал более сильным. Я это сразу почувствовал в зале. Потому что все-таки работа со снарядами, она как-то удобнее, что ли. И ты можешь направить ее конкретную мышцу. И как бы на ней сосредоточиться, сфокусироваться. Поэтому я думаю, это будет полезно для меня. После этих 12 недель я буду опять заниматься на улице. И думаю, что этот поход в зал, он просто даст мне такой толчок, чтобы я на улице переступил на новый порог. Уже там смог делать более мощные силовые упражнения. Ну что еще? В объемах я скажу так. Я пришел в зал, у меня было 90. Сейчас у меня где-то 88 средний. Доскачет 88-200 грамм. До 87-900. Вот так вот туда-сюда. 200-300 грамм. Ну я вот средний 88. Это значит 2 килограмма я похудел. И хотя я похудел на 2 килограмма, объемы, кроме объема талии, объем бицепса, объем предплечья, объем плеч и объем груди у меня не уменьшился. А даже немножко подрос. То есть можно сказать, я как бы худею, но при этом форма у меня улучшается. Сравнительную фотографию пока я делать еще не буду. Я думаю, еще рано. Особой разницы видно не будет. Но вот уже после второй четверки недели я обязательно сделаю сравнительную фотографию. Вам покажу. Так что подписывайтесь на мой канал. Следите. Я тут еще всякое видео о том, как я питаюсь пощу. Еще у меня впереди получается 6 видео будет о том, о моем питании. Так что оставайтесь тут. Ставьте лайк. До новых встреч.